Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Monster Hunter World. И сегодня, на самом-то деле, я хотел по сюжету начать двигаться, когда заходил в игру, но тут я вспомнил, что меня ждут некоторые ребята, я про вот этих ученых, которые стояли слева, и сейчас мне еще, кстати, нужно кое-что приготовить. Во-первых, давайте массовое производство, просто на максимум сделаем мегазели, потому что тратятся они с невероятной скоростью, дорогие друзья, поэтому, как бы, лучше заранее сделать. Я бы хотел сделать парочку мегадемонических, блин, а что у меня, у меня катализатора нет? А, он из меда делается, блин, что-то я немножечко про это, про втыкал этот вариант. Ну, ладно, давайте, сейчас мы, можно как-то, да, отсортировать. Во-первых, возьмем себе бронированную кожу и такую-такую. К сожалению, у меня зелья к наурону нет, так что мы возьмем обычные порошки, вот такие вот. Да, можем, кстати, эти таблеточки взять, вот такие вот адамантитовые, почему бы нет, тоже как вариант. Да, и еще порошок жизни, почему бы тоже не взять. Так, ну, вроде бы все. И сейчас давайте попробуем поговорить с этими учеными, почему бы и нет. Благодарим за терпение, мы завершили анализ данных, собранных пятым флотом. Может быть, поговорим в другом месте. Идем. Мы проанализировали все найденные тобой следы и готовы поделиться результатом. Мы точно знаем, куда направляется Девилья, хотя выяснить это было непросто. Совершенно верно, этот зверь не сидит на месте. Удивительно, что мы так быстро его нашли. Если упустим этот шанс, второй такой возможности у нас может и не быть. Задание называется вершиной пищевой цепочки. Задача непростая, но тебе она по зубам. И еще, Девилья очень опасен, поэтому поход в древний лес разрешен только исследователям. А значит, проводнику лучше остаться в лагере. В древнем лесу для нее слишком опасно. Правило обсудили, теперь задело. Окей. Все, в принципе, здесь мы разобрались. И нам осталось пойти на задевилью. Мне нужно, кстати, посмотреть, каким эффектом статуса у него слабое сопротивление. То есть молния и урон по драконам. Иначе я оружие все-таки поменяю. Я хотел вот это затестить. Оружие на самом-то деле еще ни разу с копьем и щитом не бегал. Но, видимо, у нас монстр такой серьезный. Поэтому нам придется что-нибудь найти. Интересно. Так, ну, мои предпочтения это всегда либо грейдсворды, либо парные клинки, либо меч и щит. Ну, давайте смотреть, что у меня есть электрического. Так, а давайте как-нибудь древо, что ли. О, так даже удобнее. Вот все наши большие грейдсворды, все наши бастарды. О, вот гроза. Можем вот это взять. Давайте еще посмотрим, что у меня есть с драконьим уроном. Вот это, но урон маленький относительно вот этого оружия. Так, вот еще драконьим урон 168. Ну, относительно, относительно. 210 львот. Нет, давайте, наверное, все-таки возьмем вот это оружие. Тяжелый удар. Почему бы нет? И давайте отправимся на это дополнительное, можно сказать, задание, да? Давайте в дополнительных посмотрим. По-моему... Стоп, это Роталос. Где у нас? Девильо, Девильо, Девильо. Нет, здесь его тоже нет. Значит, давайте здесь смотреть. Есть. Кстати, этот... Ба-ба-ба-ба. Я даже не знаю, как это... Как эту штуку назвать. Это Безельгейс. Вот. Но, к сожалению, я... На... Этого не вижу. Задание. Так. Особые поручения. Во. А, вот оно. Ха, это у нас особые поручения. Ну, давайте посмотрим, что это за монстр. Конечно же, примем сигнал СОС. Точнее, отправим сигнал СОС. Надеюсь, на него кто-нибудь да ответит. Так, ну что ж, побежали в путь. Посмотрим, на что мы способны. Кстати, поменял я сет на Палика. Сет на Палика я сделал из Валхазака. Того самого древнего дракона, с которым мы сражались в прошлом эпизоде. И вроде бы он по характеристикам брони очень даже неплох. Теперь можно на чей. И что было? Я просто не дочитал. Ну да ладно. Так, ну могу ли я воспользоваться вот этой вот штукой? Столовая закрыта. Так мне надо было в этом поесть. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Давайте сейчас возьмем, скушаем Пайки. Эти следы наверняка оставила она. Это наш проводник, я так понимаю, да? Или куда нам? Следы вроде в эту сторону были. Ну вот я не знаю, куда нам точно идти. Так, ладно, давайте потихонечку двигаться в эту сторону. Потому что следы все-таки... Веду и питье. Да, она прожорлива достаточно. Так, кстати, давайте, наверное, мега бронированную кожу и... Где оно? И демоническое снадобье мы выпьем. Чтобы нас Двильо особо-то не покусал сильно. Но надеюсь все-таки, что мы его... Либо схватим, либо убьем. Не так, как в прошлый раз. Упа! Это что было? А, я понял. Проводник. Так. Хорошо, вот еще следы. Ну и мы почти добрались. Да, или добрались, не суть. Так, и следы Двильо еще появились. Окей. Хорошо, ну, надеюсь, мы... Его быстро найдем. И не будем здесь часами носиться. Так, это у нас, случайно, не Роталос? Нет, это у нас неизвестные следы. Значит, следы Двильо. Обычно у нас просто Роталос оставляет вот таких вот... Вот такие вот трупы. Но... Вроде бы нет. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Постой. Продолжение следует... Так, ну и конечно же мне придется ее спасать Куда без этого Так, куда ты смотришь? Так, ты не оглушился? Блин, да что я не могу? О, ну давай, ладно Начнем тебя атаковать Эй, тихо, тихо Так, немножко похиляемся И наденем вот такую вот штучку Чтобы выпадало из него очень много полезных ресурсов Надеюсь допрыгнул Нет, не допрыгнул Эх, не сумел Не сумел все-таки запрыгнуть ему на спину А жаль Ой-ой-ой, тихо Стоп, а мы можем Сделать, ай, попробовать вот так Забраться сюда Блин Давай вниз, дружище Вниз спускайся, спускайся сюда Так, хорошо Блин, да что ты отворачиваешься постоянно? Ты издеваешься надо мной? Блин Да почему он так высоко стоит? У него слишком здоровая туша Для того, чтобы он У него лапы такие длинные были Серьезно О, вот и прокнула как раз у нас Наша бронька Так, я попытался заблокироваться Вроде бы получилось Так, хорошо Ну и давайте еще параллельно мы можем Применить На урон О, кстати, давайте Параланг Применим Лол, я не наношу ему Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау Тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише Че-то ты Че-то ты Жесткий сегодня Так, у меня Опа, там Еще с него что-то выпало Серье это видео Конечно же собираем Куда без этого Блин, ну урон вообще не проходит Скорее всего это из-за его Дыхания, которое Он Ну такое Дыхание с красными молниями Я даже не знаю как его назвать О, еще раз прокнуло Кстати, вот эти вещи Которые выпадают при помощи Этой Накидки разбойника Вообще даже не с того монстра Которого С которым мы сражаемся Это Блестящая чешуя Я даже не понимаю Что она Для чего она используется Для каких Для изготовления чего Она используется Точнее Блин, я почти запрыгнул Эй Почему мне не дали Запрыгнуть ему на спину Так, а у меня Этих нет, да Зерна вспышки Придется либо скрафтить Либо еще что-то Давай, я запрыгну Я на этот раз запрыгну Эй А почему я не оседлал его Или его типа невозможно оседлать Ну, хотя я один раз только попробовал Так что рано говорить Ауч Тише Кстати, я все так же и не пользуюсь Блоком Этого меча Ой-яй Тихо-тихо-тихо Хорошо Отходим Подальше Ну и давайте попьем Немножко Отхила Снимем вот эту штуку Нет Нет, тихо. Я думал, у меня сейчас схватит, и мне труба будет. Ух ты, я все-таки... Так. Теперь вы можете использовать знак СОС. Но, по сути, думаю, мне это не пригодится. Давайте просто начнем бить Девилью. А, вот почему, скорее всего, мы не могли запрыгнуть на него. Потому что на нем была наша напарница. Поэтому мы и не могли забраться на него. Сейчас вроде это довольно-таки просто получилось. Чего это ты надулся? Чего этот красным стал таким? Так. Ну и давай. Забирай из него ресурсы. Палика мой. Веслоух. Давай! Правда, что-то он не хочет применять эту штуку. Ладно, он от нас убегает. Хорошо. Но это не очень хорошо. То, что за ним придется гнаться, опять же, это... Ну, может быть, кому-то весело, но на самом-то деле немножко утомительно. Вот. Точнее, мне весело относительно за ними гоняться. Это прикольно. Оно действительно очень-очень сильно утомляет. Хочется поскорее уже добить его. Ну, ладно. Так. И перед тем, как мы начнем его атаковать, лучше всего применить все-таки еще демонического порошка. И... Порошок с корлупой. Вот. Ага. Ух ты, хорошо. Отходим, отходим. Иди сюда. Так. Нет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это было неприятно на самом-то деле. Так, там где-то еще под ним была какая-то плюха. Валялась из него выпавшая. Но вроде нет. Нету здесь ничего. Так, давайте еще вот эту штучку съедим. И как-то нужно похиляться по-быстренькому. Ауч. Эй. Ну, что я мимо проезжаю? Блин, сейчас очень мало урона. Из-за дебафа наношу очень мало. Но даже с ним я способен ему все-таки надамажить. Так, давайте вот так поставим. Пускай он на нас агрится. Е-е-е, бой. Отлично. Ух ты. Мы его повалили на землю. Ну, теперь иди сюда. А, нет. Показалось. Е-е-е, бой. Еще раз. Так, и у нас мантия разбойника, нам говорят, откатилась. О, еще раз забрался на него. Отлично. Надеюсь, мы сейчас сможем с него что-то вытрясти. Ну, и в плане и золотую какую-то чешуйку. Ну, блестящую. Из-за покрова. Да еще и плюс, когда он упадет, тоже там что-то из него должно выпасть. Хорошо. Отлично. Да, у нас прокнула чешуйка. Ну, как чешуйка, точнее у нас покров прокнул. И выпала чешуйка. Ее еще осталось только поднять, правда. Но, тем не менее. Надеюсь, получится. Так, забираем сырье. Девилья. Ну, тоже не забываем про следы. Следы это как бы тоже довольно-таки полезный ресурс. Так, это мы снимаем. Потому что... Ну, чтобы побыстрее откатилось. Хотя, стоп, мы могли бы еще побегать, найти его, надамажить. У меня бы еще покров остался. Зря я его снял. Короче. Так что дело такое. Ну, ладно. Ничего страшного. Так. Куда нам? Вот светлячки вроде. Направляют нас. И я, кажется, знаю, куда... Он пошел туда, куда и в прошлый раз, когда мы его в первый раз увидели. То есть, на основную поляну, где... Да, где бродят вот эти вот травоядные. Хорошо, пока он там в никуда, скажем так. Так, хорошо. Кстати, не забываем применять вот эту штуку. Так, похилялись немножечко. Главное не попадаться под его дым. Потому что это очень жесткий дебаф. Действительно, очень сложно атаковать потом. Воу. И чуть-чуть. Еще бы чуть-чуть и все. Воу. Ну, это хотя бы обычный удар. Это не... Не дыма меня зацепила. Ну, и то хорошо. Нет. Блин, я надеялся на него запрыгнуть. Ну, ладно. Есть что-то выпало. Хорошо. Ай-яй-яй. Так, ну, пора, думаю, ахиляться, да? Во-первых, подберем вот эту штучку. Конечно, куда... Без дополнительных ресурсов задания. И плюс еще выпьем зельку. Мегазелья. Ай-яй-яй. Кстати, а зачем нам пить зелья, если здесь есть живостники? Вот. Хорошо. Когда он там уже отъедет? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, из него что-то выпало. Хорошо. Дверь его зерной? Или как? Или как-то так, да? Ой, их вообще семь сразу дает, целый. Это неплохо. Это я ему, короче, дебаф, походу, даю, да? Ауч. Нет, ну здесь я по-любому должен как-то... Нет! Ай-яй-яй-яй. Да что ж такое? Он мне не дает даже таблетку применить. Он просто прыгает и прыгает, прыгает и прыгает. Это невероятно сложно. Ладно, сейчас мы, кстати, можем попробовать перекусить по-быстренькому, да? Заплатить талоном, давайте. Заплатим талоном. Блюдо. По-быстренькому перекусили. Хорошо. И полетели дальше за ним. Ну, во-первых, бронированную кожу у меня больше ничего нет для броньки. Ну, в плане зелек. Наверное, нет. Ну, ладно, давайте. Выпьем бронированную кожу и демоническое снадобье. По одной штучке осталось. Наверное, вне эпизодов я побегаю. Поищу себе... Эти. Поищу себе немножко ресурсов для крафта вот этих вот всех. Как же их назвать? Для крафта всех этих зелек. А то без них реально сложно. Точнее, неудобно. Если быть точным. Ну, или если быть вообще-вообще точным, без них очень долго. Очень долго играть. В плане того, что одного монстра бить очень долго. Потому что урон не проходит. Блин, да что ж такое? Ты какой-то... Какой-то слишком жесткий. А ну, давайте... Попробуем бежать от него. Подальше. Куда-нибудь вот сюда. И... Подточить. Хорошо. Мы еще умудрились как-то... Хорошо. Нас не задело. Сырье Девилья, конечно же, подобрать. Кто без этого? Без Лоух. Давай. Действуй. Дело с тобой. А, он все-таки попал по мне каким-то образом. Этой штукой. Этим... Так сказать. Е-бой. Отлично. Хорошо. Отлично. Мы его уронили, но... Ай-яй-яй. Че это так камера отдалилась? Немножко не понял. Да достань ты до него хоть раз, пожалуйста. Меня... Хантер не хочет доставать до него. Так, блестящая чешуя и чешуя Девилья. Окей. Воу. Хорошо. Оу. Оу. Эй. Как-то ты не читерно туда забрался. Тебе не кажется? И поэтому я не смог предотвратить... Как бы... Твою атаку. О, отлично. Золотишко упало. Хорошо. Эй-ей-ей-ей-ей-ей. Блин. Так тоже нечестно. Он еще и броню мне... Сбил. Так, тихо. Отходим, отходим, отходим. Ну... Ну тебя в баню. Ну тебя просто в баню. Я не хочу с тобой сражаться. Ты слишком что-то долгий. Тебя очень долго бить. Но опять же, рано или поздно я тебя затыкаю, скажем так. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Какие бонусы мы можем активировать. Пилюльку. Да, мы еще и пилюльку можем съесть. Лул. Я думал, нельзя одновременно съесть... Ну, точнее, порошок использовать и пилюлю скушать. Так, и сейчас мы, наверное... Давайте починим хотя бы нашу броньку. Ой, броньку. Наш... Наше оружие. Отлично. И полетели. Сразу сходу попробуем из него что-то выпить интересное. Блин, там еще что-то дышит опять. Эта фигня. Он тут не ест случайно? Ау-ау-ау-ау. Могу до тебя достать хотя бы. До ноги. Спасибо. Блин, не смог достать. О, хорошо. Эй. Блин, и нечем выстрелить. Так, а где у нас... По дороге не очень близко у нас находится... Не очень близко находятся зерна всякие, которыми можно до него дострелить. Так, ну давайте искать все равно. Так, еще следы тубика дачи у нас тут. На самом-то деле ни капельки не интересны на данный момент. Мне интересен вот этот парень, которого я до этого... Ай! Я почти тебя атаковал. Что ж такое? Парень, которого я до этого не видел. И не знаю, какие из него делаются доспехи. Поэтому я бы не отказался посмотреть на это все. Ну и плюс, возможно, еще какое-то оружие новое. Почему бы нет? Которое там дебаф какой-то наносит. Такое же, как у него и дыхание. Было бы довольно-таки интересно. Блин, не достаю. Все так же не достаю. Так, здесь... Так, а если я... Он спать лег, ложился что ли? А я его сбил? Блин. Так, я знаю, кажется, что сделать. Нет, не знаю. Так, он ослеп? Нет. И что-то он прыгает. У меня аж земля из-под ног уходит. Эй! Нет! Я почти достал до кончика его хвоста. Эх. Эй! Почему я кинжалом провел, но так и не надамажил его? Это было довольно-таки странно. Так, давайте сейчас немножечко ресурсиков доводим. Все равно мы его вряд ли остановим на такой-то скорости, такую-то махину. Так, а куда мы? Вот сюда, да? Ну, надеюсь, он спать. Надеюсь, он спать. А у меня бомбочек, кстати, вот нету. Вот бомбочек у меня сейчас нет. Вот это вот неприятный такой нюанс, момент. И где он? Там выше, что ли? Стоп, нет. Или ниже? Да, мне показывает, что вниз нужно. Ага, вот он. Ну и что мы будем с тобой делать, друг мой? Так, ладно. Давайте сейчас починим оружие. Мне кажется, придумал, что мы сделаем. Хорошо. Ух ты, 131, одну единицу урона нанесли. Ну, знаете, это довольно-таки неплохо, как для такого мелкого оружия. Вот. Блин, он все равно убегает. Так, ладно. Пока ты убегаешь, хорошо. Я изучу кости. Потом догоню и наваляю тебя. Договорились? Договорились. Хотя он не так уж далеко убежал. Он где-то здесь. Блин, он опять спать лег или что? Или мне показалось? Нет, наденем вот эту штучку. Он не лег спать. Он просто от меня убегает. Он боится меня. Окей. Не могу достать до него, но вроде получается более-менее. Ой, хорошо-то как его... Ой-ёй-ёй. Давай-давай-давай, Веслоух. Давай. Это наша как бы зарплата. Мы за это живем, едим и так далее. Так что поднапрягись, друг мой. Он опять застрял. Как хорошо, что он... в этой локации. Так, он меня не зацепил вроде как. Хорошо. Так, нет, стоп. Мы назад сейчас отходим. Во-первых, давайте берем все, что с него выпало. Ай-яй. Блин, нет. Я случайно поменял косточку на зерно довилья. Хорошо. Стоп, мы что? Ему хвост отрезали? Где я? А где я? Где его хвост? Так охренеть. Лол. Вот этого я действительно не ожидал. Скорее всего, там где-то внизу валяется. Так, давай, Веслоух. Дело за тобой. Е-е-е-е. Бой, отлично. Мы с ним справились. Так, ну давайте заберем с него ресурсы. Отправимся на базу и нам скажут, что дальше делать с подобными созданиями. И на всякий случай еще спустимся вниз. Да, вон нам нарисовано, где его хвост. Где-то в той стороне. Вот, нет, вот там. Хвост Девилю. Я вижу его. На карте. Только на карте. 40, 40 секунд осталось. Вот он, вот он, вот он. Отлично. Скальби Девилю еще дали. И сейчас, конечно же, посмотрим, что из него крафтится. Мне даже самому жуть как интересно. Блин, какой офигенный кусок мяса. Вы только посмотрите. Вот это здорово на самом-то деле. Я бы не отказался от зажаренного вот такого кусочка. Думаю, было бы приятненько. Так, иди отсюда. Что-то тут моя добыча. Моя добыча. Ну, и ты тоже будешь моей добычей тогда. Ну, не успел я с него ничего достать. С этого Ягроса маленького. Ладно, давайте посмотрим, что мы добыли из него. У-у-у, много чего. Твердая кость чудовища. Ну, кости это такое себе. Хотя без них там многие рецепты не работают. Драконитовая рута. Качественная Шакура. Хорошо. Или качественная кость. Я так и не понял. Ну, в общем, неплохо. Еще и Тоби Кадет Дачи изучили. Но добавлен... В галерее добавлена новая кост-сцена. Окей. Окей. Так. Мне кажется, что... что эпизод затянулся. Ну, ладно. Все-таки я обещал. Давайте. Вершина письевой цепочки завершена. Отчитайтесь перед веселым ученым. Там еще к веселому ученому нужно зайти. Я хочу просто одним глазком взглянуть, что мне нового из Девилью можно сделать. Так. Хорошо. Выковать снаряжение от доспех. Девилья, 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 Девилья. Если мне ничего за него не дали, это обидно будет. О! О! Слушайте, а маска такая годная? Да и здесь маска годная. Так. Давайте снимем и посмотрим, что тут облегчает разделку тушь крупных чудовищ. Увеличивает шкалу остроты оружия. Я хочу этот сет. Нет, я хочу этот сет. Давайте сейчас мы буранку на тело скрафтим. Пусть он не легендарного качества, то есть не оранжевого. Но тем не менее я хочу его скрафтить. Почему бы и нет? Да, скрафтим именно вот этот. Чем они отличаются? В альфе вроде да, мне добавлен новый новая возможность типа прочность оружия. Так, здесь все и давайте отчитаемся перед ученым. Это последнее, что нам осталось на самом-то деле в квесте с Девилья. Ну, давайте разберемся. там, да, вон они. Синий восклицательный знак есть. Давайте поговорим. Прости, что заставил ждать. Ты нас очень выручил. Может быть, поговорим в другом месте? Идем. Эй, удачи тебе. И, эм, спасибо тебе за помощь. Ты уж прости. блестящая работа, охотник. Думаю, что даже сам адмирал не справился бы лучше. Однако, я должен спросить, уважаемая проводница, а ты что там делала? Хорошо, ладно. Возможно, это кого-то удивит. Все же мы не часто общаемся, но я люблю поесть. Просто обожаю. Я настоящий гурман. Я даже решила создать полный путеводитель по еде, которую можно найти в новом свете. Пока у меня было свободное время, я решила поискать новые ингредиенты. И, похоже, немного увлеклась. Простите, но что поделать, если в новом свете все такое аппетитное? Ха-ха. Ясно. Мне нравится твой настрой. Да, это было опасно, но ты не сделала ничего плохого. Лучше рисковать жизнью в погоне за мечтой, чем сидеть сложа руки. И знаешь что? Мы ведь все рискнули, отправившись в новый свет. Что уж там. Хммм, мы немного отвлеклись, отважный охотник, у нас для тебя кое-что есть. Это новый специальный инструмент, который мы создали благодаря предоставленной тобой данным. Мы знаем, ты найдешь ему применение. Что ж, нам пора вернуться к нашему исследованию. Уважаемая проводница, удачи тебе с путеводителем. Береги себя и досветит твой путь сапфировая звезда. Так, что мне дали? Драконостойкий покров. Сейчас посмотрим, на самом-то деле, что это. давайте сменить и снижает урон от драконов, нейтрализует драконию порчу и усиливает драконьи свойства. А это неплохо, скажу. А на этом все, дорогие друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте оценивать видео лайком или дизлайком. Также пишите в комментариях свои мнения об игре, о этом плейлисте, об этом видео, об этом канале, об этом костюмчике, об этом веслоухе, который с новым сетиком об этом оружии. Ну, короче, обо всем, обо всем, обо всем. А на этом все, дорогие друзья, увидимся в следующем эпизоде или любом другом видео. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok